В начале 70-х века основное направление мировой торговли нефти было с персидского залива на США. Нефть, которая шла с персидского, стоила 4 доллара. Натуральных 4 доллара. Добр добычи, добр шейху, добр транспортировки, добр компаний. Ну так, упрощай. Издержки добычи в США были 6 долларов, цена нефти была 8 долларов. Если бы американцы ничего не сделали, ее просто все американскую нефтяну съело бы просто полностью. Они тогда впервые поставили при картере вопрос об энергетической безопасности. Что они сделали? Во-первых, они ввели нечто полностью противоположное тому, что мы делаем последние 10 лет. Они на малых месторождениях дошли до отрицательных налогов. Как в старом анекдоте, если кто не знает, я потом расскажу для желающих. Это называется «Барсик, но еще капельку». Значит, они ввели отрицательные налоги на маленьких месторождениях. И они ввели «Winful Income Tax». Есть принесенный вектор, есть принесенный вектор. Они ввели 4 доллара на импорт вот этой дешевой нефти, выровняли цены и спасли нефтяную промышленность. Вот пока мы это не поймем, бессмысленно обсуждать, скажем, американское поведение со сватцем нефти. Они это делали очень разумно с самого начала, но это была реакция на, конечно, воздорожение нефти. Тогда в 1975 году, естественно, когда подскочил до 14 долларов, это все снилось. Почему сюда надо смотреть? Во-первых, надо привыкать к этим графикам, это грамотно сделано. Посмотрите, это единственное правильное представление кризиса. Как к нему поехали, как упали, как выехали. Когда вам рассказывают про март к марту, сентябрь, это все либо сознательно вас обманут, либо дураки делают. Просто, ну, то есть непрофессиональные. Дураки не в смысле обидуют, в смысле непрофессиональные. Потому что тут сразу понятно, как это происходило. Напомню еще несколько вещей, которые понадобятся. Надо держать в Беграде, вы не должны все время повторять, но это даже знаете. Во-первых, это первое падение ВВП за послевоенный период вообще. ВВП мировой не падал до девятого года. И второе, примерно с восьмого, ну, скорее с десятого года, ВВП развитых и развивающих стран выровнялся. Конечно, в развивающихся в пять-шесть раз больше народа и на душ, там мало. Но, когда, поскольку развивающиеся работы, это развиты в разных режимах, но примерно пополам. Поэтому, когда смотришь мировые колебания, мировые события, надо вот прямо так и понимать, что половина живет так, половина живет так. Промышленность то же самое. Видите, там единственное утешение, как говорится, что утешает нас наших несчастников, это несчастье ближнего. Ну, у бедных бразильцев там рухнуло на 17%. Промышленное производство у них, это внутренний кризис, это внутренние проблемы, это целая отдельная история, очень интересная. Кое-что могу рассказать, если люди. Но и вот там хорошо видно замедление Китая. Это при том, что еще есть подозрения по части их статистики. Уж это очень плавно они замедляются. Обычно в мире исторически все замедления выглядят как-то вот так. А вот когда вот так вот съезжают, то такое ощущение, что кто-то там поставил какую-то статистическую блоку. Биржевые индексы. У нас же не так плохо выглядят, но это в рублях. Это в добрых. Просто в рублях он выглядит повыше. С шанхайской биржей, там не читайте газет, как говорили, о чем у нас профицы Преворожецкий. Значит, шанхайская биржа, это очень специфическое явление. Там было очень много акций, которые от пропащих предприятий приписали, они не торговались. Когда они начали торговать, начался спекулятивный львов. Нормальная биржа в Гонконге. Они начали переносить киоски, так сказать, бутики с Гонконга на Шанхай. То есть пытаясь слить эти биржи. Там сумасшедший дом. Все, что вы читаете про падение на китайской бирже, это не соответствует реальной финансовой действительности. Это так вот. И не особо на что влияет. Что касается падения Нью-Йоркской биржи в начале года, тоже будьте очень осторожны. Никакой показатель мы не... Да, во-первых, мы все считаем сами. Все абсолютно считаем сами от базальта, от первичной статистики. А во-вторых, то есть мы никому не будем. Мы иногда берем чужие расчеты, во-первых, когда нет возможности добраться до исходных материалов. Ну, иногда бывают какие-то там малозарушающие доверия, но деваться некуда, на это пишем, что это не наше. Значит, существенный момент с Нью-Йоркской биржи, то, что все падение, которое было в течение 1-го января, это падение сегмента энергетических компаний мира, они грохнулись, естественно, из-за нефти, и иностранные компании, котирующиеся на Нью-Йоркской бирже. Американские где-то сидят в серединке, без восторга, но сидят в серединке. Единственная группа компаний, которая ведет в высшую рынку, это здравоохранение, Херкел. Это наши родные процентные ставки. Вот там, красненький столбик, это наш ЦВ. Во всей красе это 0-14 столбик. А вот эти ставки, вот видите, вот два мира, две системы. Вот вам ставки в разных странах, вот вам ставки в разведческих. И там, видите, слава богу, хоть в горизонталь пошла Бразилия, у них девальвация, наконец, дала рост экспорта. Так что они начинают, может быть, вот караблиться потихонечку. На фоне, так сказать, Олимпиады, недостроенных стадионов, так сказать, и падающих чего-то, и угрозящего президента импичем. Там, конечно, очень тяжело, но, по крайней мере, у них перестало... Где-то за 16 процентов, правило такого большого пальца, вот греков перестали покупать за 16 процентов. То есть 16 процентов доходности – это уже все, это же джак. Вот, вот это мир, как он реально устроен. Да, все вместе, вот это называется после кризиса, это называется, вот этот пик, вот тут, это ликвидите, короче, паралич кредита, то, когда начинает банкротиться, потому что если за ночь мы там не заплатили, не успели, а вот это все называется ликвидить. Это называется кредит, короче, паралич кредита. Там паралич ликвидности, тут паралич кредита. Это означает, когда деньги дешевы, но их не дают, потому что непонятно, кому давать, кто вернет. И особо не берут, потому что боятся брать, потому что не знают, как использовать, как вернуть. Вот это паралич кредита, это принципиальный момент мировой обстановки. А никакие не нефтяные дела, никакие... То есть вот паралич кредита по важности на порядок важнее для мира, чем цена на нефть. Ну просто мы это не начали строить, потому что это... Да, поскольку санкции, то мы здесь, значит, их не получаем. Вот нас отцепили от этих ставок, потому что было очень удобно взять деньги по этим, а внутри крутить по тем, по своим. То есть вот на этой разнице масса народа живет. Поэтому санкции, помимо того, что они лишили какой-то у нас дешевый кредит в финансовой области, они еще лишили кучу наших внутренних игроков от возможности играть на разницу. Это хорошая напоминавка, потому что мир, по-моему, не вполне понимает. Среди моих бесчисленных шляп, которые я так время-две пытаюсь разгрузить с головой, но не очень получается. Я 8 лет был председателем правления WDWFRUSH, ну панком. А сейчас мы с Никаканчем Дроздову и Светой Миронюк, мы практически советуем. Ну там, свободно, ничего делать не надо. Но вот посмотрите, как на самом деле выглядят выбросы. Ну 15 тысяч просто на тяну, говорят, что там с собой положится. Американцы вниз, потому что они ушли с угля на газ и выпихнули дешевый уголь в Европу. Европа покупает четверть угля у нас, четверть у американцев, четверть в Каубе и четверть из остальных мест. И, значит, а Китай, понятно, куда вылетел. И хорошо видно, что практически сейчас уже вы можете складывать там США с нами, или там с Европой, получится примерно Китай, или остальные взрывающие страны, которые стали выходить тоже вверх. 70% прошукочить с климатом и с нефтяными контекстными климатами. Значит, конечно, мы проигрываем борьбу за климат, но проигрываем ее в Азии. Все эти разговоры про то, что Швеция ушла, так сказать, не ушла от топлива, или там Германия снизила, это никакого влияния уже на климат не имеет, потому что они уже снизили существенно. Это уже остаточки. Ну это видно, то есть больше там не мы жмешь. А вот весь остальной мир сидящий на угле. 70% в Азии, в Китае 66%, они планируют там лет через 10-15% уйти на 55% угла. Да, они сейчас стали останавливать строительство новых угольных станций, что-то предпринимают, но уровень действительно-то очень высокий. Если человечество спасется от выбросов есть, ну там кто-то верит, кто-то не верит, да, все очень высокий, неважно. Значит, предположим, это все абсолютно правильно. Значит, если человечество хочет спасти климат, оно должно остановить, снизить угольный баланс в Азии. Что остальное, ну это, в общем, достаточно очевидно, а со мной лирика. Вот мы делаем вот такие таблицы, один плянтый у меня до 2014 года. Бридж Петролиум делает замечательную таблицу, она будет в июне, мы, значит, 15-й год покажем чуть позже. Что здесь видно? Здесь видно сравнение ВВП и потребление первичной энергии. Напомню, что это пересчитано в единую меру, вся энергия от кизика до атомной. Что существенно? Посмотрите сначала вот так внизу. Перед критикой рост был 0,7. 0,7 первички на 1% ВВП. Причем тут есть очень интересный момент. Вот здесь было 0,50, а здесь почему-то 0,7. Это по миру. Объясним, почему. Ну, это не считается, это год, а потом 0,6, вот нормально. Объясню, в чем тут было дело. Дело в том, что там, вот перед кризисом, рост был 4 с лишним процентов. По сравнению с тремя. И когда перед кризисом думали, что вот как хорошо, это был удивительный подъем. Вообще это самый крупный подъем у строя капитализма. Причем одновременно везде. А вот когда думали, что перейдет с 3 на 4%, то сохранится вот это отношение. Это неверно. 4-й, 4,5% ушел в развивающиеся страны, где индустриализация и строительство инфраструктуры, дорог, зданий и так далее. И совершенно другое потребление металла и цементра. И энергопотребление 4-го процента было 1 на 1. То есть на 1% ВВП, 4-й вышел, 1% прироста потребления энергии. И вот это подскочило. А сейчас мы вернулись к достаточно высокому потреблению энергии. Я не знаю, как здесь, в принципе, есть все эти таблицы, где-то на месте. Но ясно, что в развивших странах это 0,19, а здесь 69. На 1% ВВП вот столько надо было. Вот эти два мира разъехались не только, сравнялись по объему, но разъехались по типу колебаний и разъехались по потреблению энергии. Это, как влияет, очень влияет на все эти рынки. А вот это самый шикарный график, но малоизвестный в России. Мне его сейчас доделали уже аккуратно. Вот начнем. Вот если вы это будете держать в голове, то вас никогда не надуют со всеми переговорами там иранцы, ивыскараи, и замораживания, и все такие вот так. Сейчас я вам расскажу, как это выглядит. Вот идет нормальная цена на нефть, и вот эта штука падает, цена на нефть падает, а вот это квоты. Вот они так и стоят. Вот там потом их просто дают. Там я чуть выше, потому что он чуть больше, и там верно, там просто выше. И вот здесь вот они два раза снижают квоты, и это примерно снизили на 3,5 миллиона варлей в день, причем более-менее выезжали. Здесь не совпадает, потому что здесь там еще ликвиды сидят вообще, не обращайте внимания. Вот это падение двукратное квот и выполнение странами ОПЕК вот этого падения, это его способ борьбы. Видите, тут грохнулось с 130, там 147 было по дням, 130 там с чего-то, значит, в среднемесячное. Здесь упало среднемесячное, что там, где-то в районе 40. Вот это и был вот обвал рынка в 2008 году. А ОПЕК тогда был немножко в другом состоянии, мир был в другом состоянии. Они снижают добычу, вот она, вот она падает, и цена начинает возвращаться. И она должна была остаться в коридоре примерно 60-80, ну 70-90 долларов. А у нас весной 2009 года был бы МИМО, пока не был большой совет, я выступал бы, вот это нормальный цены. На месяц недовольство смотрели, а где 100? Я говорю, ну вообще-то это ненормально, 60-80 нормальный. Ну 20 долларов на колебания, там сезон, там конъюнктура и так далее. А если бы не укусимо и никогда, и не разгромлили, то так бы и было. Но в 11 году вылетает цена вверх, и здесь, конечно, экспортеру сгубила жадость. То есть, трудно себе представить практически, чтобы мы как бы понижали цену, когда она застала. Ну, конечно же, хочется, как бы, деньги такие. Но вообще, в интересах долгосрочных экспортеров было бы понизить цену, когда она на 90-90. Было бы 80-90, не было бы значительной мере ни сланцевой нефти, главное, не было бы сланцевого газа. Потому что, конечно, при такой цене было бы выгодно массовое применение ранних, очень дорогих технологий. А потом они прошли на нужную дробовую при массовом производстве. Ну и вот, когда цена упала, я вам покажу там, как это происходит. Вот теперь разговоры про заморозку, ну а заморозку, вот это где? Вот этого нет, и это сделать уже нельзя. Пойдем дальше. Вот эта картина уже совсем интересная. В США 2000 буревок, Рикс. Вот посмотрите, вот там 16 сотен бурит на газ, 4 сотни бурит на нефть. А вон там 16 сотен бурит на нефть, 4 сотни на газ. Ну да, пикет. Они одинаковые. За это время произошла за 2000-е годы, посмотрите. Оп, это я за это. Произошла технологическая революция там, где бурили что-то такое, ну, скважину на Сванцево, там, тысячу метров. Бурили когда-то два месяца, теперь их бурят 10 дней. То есть вообще, добывающая промышленность нефтяная кристалла превращается в обрабатывающую. Посмотрелись, левались, левались, приехали, пробурили 10 дней, поехали дальше. Нет, нет, ну, хорошо. Надо понимать, что это вообще совершенно другая бурилия, совершенно совершенно другая технологическая. И нам происходит, как только появляется инфраструктура, почему при этих ценах еще работает нормальный Сванцевый газ, Сванцевая нефть, потому что создали инфраструктуру, все эти нефтепроводы, подвели там все, что-то водки, значит, издержки только на бурение. Но, собирая вперед, у них, у этих Сванцевых, особенно нефтяных, у них же очень короткий цикл, там отбор нефти очень маленький, потому что это называется tight oil, такое исходное название. Вы понимаете, что нефть в земле, она как в губке сидит, как пленка в губке при давлении, ее выдавливает, когда большое давление. А в tight oil, там давление небольшое, нефть, она сидит, вот как чуть-чуть давление сняли, она снипается, ее не достанешь. Поэтому ее размягчает всякая химия. Поэтому это пока, пока все-таки, вот tight oil, цикл, англо-саксонский эффект. Почему? Потому что вот в Австралии, там в Канале, в США, во-первых, там законодательство совершенно другое, там вы можете гурить куда угодно, это ваша нефть, сводите Аперита Ахлахома, а в Европе при Наполеоновском кодексе и у нас ваши только 10 сантиметров на редисках, все остальное у государства. Поэтому совершенно другие расчеты, другие правила гурения. Там буришься и все хочешь, плати налоги и плати, ну там экология какая-то. Потом в англо-саксонских колониях, как всегда, много места, там не так дорого купить эту землю, чтобы на ней бурить, много воды, и, в общем, веселение берет в голову, что там какая-то химия поднялась. В Европе это не пошло. То есть пока все-таки массовое, сванцевое, нет сванцевого газа, это англо-саксонский эффект. И вот посмотрите, вот это на 16-е. В Бюллетенях мы уже, мы попримерили, сейчас вот Бюллетень, который уходит завтра, там на 22-е. 22-го апреля на газ работало 80-е, 8 бурилов, а на нефть 341, то где-то уже вот так и счастливы. При этих ценах, при этих ценах это все сокращается. Причем все ждут, забегая вперед, все ждут, что будет падать добычи сванцевой нефти США на несколько сотен тысяч баррелей, ну, до полмиллиона к концу года. Не потому что что-то такое в день, а просто потому что то, что пробурено, там в этих месторождениях очень быстро падает. Поэтому то, что пробурили 2-3 года назад, это быстро сокращается на скважину. Если нет новых скважин, ну, цена поднимется, если к 60-ти примерно, ну, начнут булить по-новому. Ну, тоже, будем очень осторожны. Это финансовое мероприятие. Если вы банкир, у вас есть, ну, вы купили дешево, там, кто-то обанкротится, вы купили бурирую на остановку, приходите, вам все равно нужны деньги на операции, вы приходите в банк, прости деньги, говорите, уже 60, сейчас пора булить, сейчас деньги, хорошо. Он говорит, да очень хорошо, но ты сейчас набуришь, вы сейчас все броситесь. Я созвонился с банкерами, вы все прибежали, вы сейчас запустите вместо 400 с небольшим, ну, так, 500, вы сейчас запустите 2000 бурирую на установку, набуете, выпустите, не ехте, все грохнуло. Я тебе даю деньги под 60, а у тебя будет 50. Поэтому финансовые аспекты всего бурили у него на порядок важнее, чем железо. Поэтому мгновенного возврата большого бурения, конечно, не будет. Это все равно займет. Но, в принципе, вот этот механизм, это называется swing production, он уже встроен в мировую энергетику, поднимется цена, будут бурить. Здесь тоже, вот как в области CO2, надо знать, как выглядят деньги, которые зарабатывают. Мы тут подбираемся ближе к политике. Вот это смотрите очень внимательно. Тут есть три разных аспекта. Ну, во-первых, всегда приятно посмотреть, сколько у нас было денег. вот тут наши дни. Мы понаслаждались? А вон там у нас, значит, суммарная, но самое главное вот эти две. Нету никакого... Вот забыть на секундочку о названии. Реально, мировая энергетика, фонетка, состоит из нескольких матрешек. Внутри сидят четыре королевства Персидского залива с Эдротским. Катар, Эмираты, Кубей и Саузская армия. На них приходится больше половины нефти и, соответственно, доходов всего от этого. А все эти огромные страны, Индонезии, Суэл, Нигерии, у них немножко меньше, чем у них. Потом... Значит, то есть вот внутри четыре, потом остальное век, потом все остальные экспортеры, а потом остальные импортеры. А существенно здесь очень момент состоит в том, что действительно все-таки нефть подобычу очень дешевая, а главное это очень большие деньги. Мы вот с Саудовской Аравией добиваем, ну, примерно одинаковое количество долларов. Никогда не обращайте все эти газетные штуки первое место, второе, я у него не могу. Ну, 11,5-12 миллионов баррелей в день, это гигантское совершенно величие. Какая разница у кого больше на баррель? Не имеет никакого значения. Но в Саудовской Аравии на этот объем нефти работает 35 сотен скважин, а у нас 173 тысячи. 50 раз больше. Поэтому мы закрыли скважину, вы ее потом особо не открыли. поэтому мы никогда не участвовали ни в каких поддержке целей, мы никогда не работали с картелем подкрытием, никогда не работали с ОПЕК на стабилизацию целей, потому что у нас это физически очень сложно. Единственное, где были большие деньги, это всегда у Югуса. Поэтому Югус в свое время пробивал налог на тонну, потому что остальные не очень много. Они могут как кран действительно закрыть и подкрыть. Они могут управлять объемами. мы на самом деле нет. Поэтому когда вы читаете, что давайте заморозим добычу на 11 января, это очень разумный подход для нас, потому что наращивать мы можем и не наращивать, а вот сокращать для нас очень неудобно. Кроме того, совершенно непонятно, у кого сокращать. как вы договоритесь между нашими компаниями, которые с вами живут в достаточно жесткой борьбе по многим вопросам, как вы договоритесь, кто будет снижать. Нет, нам лучше с этим не возиться. Вот это вот так, как выглядит в мире разрыв между спросом и предложением. Как только это предложение оказалось выше, если верить этим данным, это употребительные данные, то избыток нефти, ну там что, ну 1 миллион, ну 1,5 миллиона баррелей в день при общей добыче в районе 95, то есть это в районе 1 процента. А специфика рынка такая, что действительно это сбивает. Кроме того, забегая опять же неизбежный вопрос, где там финансовые трейдеры, вот где как сцены взлетают, все начинают кричать, что финансовые трейдеры, что-то там нагналит. Они играют вдоль общих тенденций, они наживаются на разницу, но они не линяют цены. Это когда начались эти скачки к году в 2009, G20 весной 2009 года сказали, что мы переживаем экстраординарный колебание цен. Было даже устроено что-то вроде слушаний в Швейцарии. Я участвовал экспертом с нашими минфиновцами, собралось несколько минфинов и допрашивали трейдеров как они это делают. Нет, они вообще не могут открутить, потому что это 40 компьютеров, 100 человек, это ничего стоять не может. Там все более-менее нормально, но главное не это. Если трейдеры делают вверх, то почему они не делают вверх, зачем? Они играют на разнице, а не на уровне цены. Вот это, к сожалению, большинство российских думов очень тяжело понять. люди живут в динамике, а не от уровня. От уровня живет государство, компания и, не знаю, с китопек. Кроме, ну тут есть одна подвес в этой истории. Если кто заметил, недавно был скандальчик такой небольшой, скандальчик, когда выяснилось, что 800 тысяч баррелей нефти в день, неизвестно, куда деваются. Никто не знает, где они. Их добывают слишком. То есть, возможно, вот этот перевес еще меньше. Потому что никто не может понять, куда их делят. Ну, все залито, все объемости известны. Китайцы перестали покупать, американцы перестали покупать в резервах. А танкеры залили. Ну что, в кастрюлю где-то выставляют, что ли? Ну, куда деть? 800 миллионов баррелей. Ну, дели на 7 это больше 100 тысяч тонн в день. Не исключено, что это, ну, понимаете, если у нас 173 тысячи скважины, то по меру это уже мы там к миллиону, наверное, идем. Ну, невозможно добычу нефти в 150 странах посчитать с точностью в ноль. Ну, никакие статистические... ВВП считается, ну, считается, ну, плюс-минус 2-3 процента. Это еще, читая Скармора Генштерна, у него была книжка, кстати, переведена на русский о точности экономико-статистических наблюдений. Это известно давно. Ну, никто не может в ноль посчитать нервы. Автомобили не могут посчитать. Это, ну, как яблоки считать в мире, сколько их, в штуках. Поэтому, конечно, дискрепности в районе 1 миллиона баррелей, другое дело, что подозрительно. Вот, если кто-то хочет заговор, я вам его подарю. У нас праздники длинные, можно было сидеть и подумать о заговоре. Это то, почему эти 800 тысяч в избыток попали, потому что, конечно, публикации влияют, публикации влияют, а почему они в избыток, они в недостаток. Ну, тут можно поразмыслить. Но, тем не менее, это в пределах статистической неточности. Что происходит сейчас с этой нефтью, и что, и почему и почему вдруг она остановилась. Практически она же стоит уже несколько месяцев в районе 40. Там, выросла там на полтинниках, упала на пятачок. Ну, не обращайте внимания. Но она сами это не влияет. Вот, это влияет. Это, так сказать, это важно для поддержания торговли. Прежде всего, с точки зрения перевеса, что в феврале была большая конференция в Ириаде. Есть такая вообще конференция, она очень интересная. Она как бы формально открыта, но попасть туда невозможно. собирается человек 150, есть там дипломатический квартал рядом, это называется International Energy Forum, они вывешивают все свои, так сказать, материалы, там обычно принц приезжает. Я четыре раза уже четвертый год туда езжу. Это собираются профессионалы, но это очень интересно. Вы представляете, как выступают наши нефтяники на телевидении? Это же поток сознания. Слушайте, это совершенно невозможно. А теперь представьте, как разговаривают десяток патологоанатом в Склифосовске после расчленения очередного трупа. А что у него там было? А у него там был гвоздь и так далее. Вот это все очень коротко. Вот 70-150 человек выступают все очень коротко. Потому что все все знают, никто никому не сообщает ничего, кроме существенного. высочайшему все приезжают. Американцы, европейские, международные, все приезжают и все быстренько примерно за полтора суток раскручивают все, что там происходит на мировом рынке. Вот отчасти у меня есть уверенность в том, что я говорю, в том числе потому, что это не то, что мы там с мальчишками, девчонками придумали, а это как бы лежит в общем поле размышлений. Значит, все ждут примерно снижения какой-то в районе полумиллиона баррелей в США за счет просто того, что мало будет нового. Ну, может быть, там это будет меньше, там не сразу. Идет процесс, конечно, да, в 10-14 год при большой цене нефти мировой спрос увеличился примерно на 0,9 миллиона баррелей в среднем, около миллиона. А в 15-м вырос на 1,4-1,5. Ну, тоже вот пределы недочности. Поэтому, если в 16-м идет, так сказать, медленный рост, но в принципе где-то рост миллион-полтора должен быть. Будет лишняя иранская нефть, естественно, все имеют в виду. Но тоже она не выскочит сразу, полумиллиона. Если полумиллиона плюс иранский, но минус полумиллиона американский, то это более-менее как-то балансируется. То есть меры действительно, кстати, тоже сказать, очень хорошие были выступления министра наук. Вот если хотите, в данном случае говорить правду, хвалить начальство легко и приятно. Вообще, в данном случае говорить правду начальству легко и приятно, потому что он очень грантно выступал, что мы, так сказать, не пытаемся поднять цену, мы пытаемся ускорить на год примерно возврат, естественный возврат к нормальной цене, которая была, наверное, долларов 60-70 сейчас при нынешней ситуации, если бы не избытки и не прочее. Но эти заявления и все переговоры о заморозке, даже не состоявшиеся, все равно обратите внимание, когда сорвалось соглашение, ничего не произошло. Ну, там, что-то поговорили, поговорили, а цена та же. Но она не стала расти, но она нижнего помада. Потому что это идет, сейчас мы видим, мы находимся вот на таком естественном плато, почему важны, тем не менее, разговоры о заморозке. Надо их продолжать время от времени, там, неважно, кому надо. А все-таки мы заморозим. Потому что это убивает длинный фьючерс на понижение. Представьте себе, что вы финансисты и играете на фьючерсах. Если цена 40, вы же не купите фьючерс на 30 через полгода, если идут и разговоры о заморозке. Потому что если будет 50, а вы купили за 30, вы пролетаете на 20. Поэтому вот этот мир в финансах, ну уж какие у них правила, ну так и так, да и мы так. Я считаю, что одни разговоры о заморозке затормозили игру на понижение на рынке фьючерс. А это не решает, но психологическая ситуация перестала. Вот эти разговоры о неизбежности дальнейшего падения. Помните, сколько было еще осенью? Вдруг все исчезло. Все, ну да, но морозно упало. Но теперь переходим потихонечку к экономике. Ну, раньше мы всегда сравнили себя с Японией, ЕС и США. Ну, теперь мы у нас поостыли и стали сравнивать себя с соседями. Потому что, ну, если кому хочется США, то, пожалуйста, это как бы легко. Вот. Ну, давайте посмотрим реально. Ну, тут есть вот эта нижняя грустная история. Это как бы просто слезы. Потому что у нас вот выйдет, ну, в принципе, у нас на сайте висят мои доклады по Украине. Значит, главное, это вот это. Вот это. Просто этот кризис был до экономической кризиси, то, не был до, конечно, 14-го года. И причем длиннее. Вот. Любопытно то, что меня как студенты спросили во встрече с первокурсниками, да, вот все там что-то такое неправду говорят в газетах. А вот как узнать, что правда? Я говорю, знаете, очень легко. Вот у меня висит доклад по Украине, там, строительство 30, он от 30-го июня 15-го года. Большой доклад. Ну, тут агентство, которое работает на правительстве. Понимаешь, все посмотрели. Ну, кто-то пришел, что-то спросил у меня. Если ты такой умный, то никто не пришел. Ни наш, ни с западом. По одной простой причине. Это для нашей пропаганды там не нужны эти все цифры, а с западом они приходят, потому что это ни то, что они хотят услышать. Отсутствие интереса к этому докладу доказывает его правдивость. Вот это чрезвычайно важная штука для нефтяных стран и для нашего Минфин. Но сначала посмотрите разницу между евро и вы помните, что евро существовал в диапазоне доллар 1,2-1,3 к евро. Ну, вот так задумывались. Сейчас они слиплись где-то до 1,1 примерно. Это очень важно для всех нефтиных экспортеров, включая нас, потому что все экспортеры нефти, они удивительно похожи в одном. Они продают на доллары, но покупают в Европе товары. Никто не покупает американские мебели или обувки, все покупают все-таки европейскую. Поэтому покупательная способность нефтяного доллара, она выросла на эти 10-15 процентов за счет разницы курса. И сейчас ослабление доллара ведет к повышению цены на нефть. То есть вот сложилась некая равновесие при этой соотношении, поменяется соотношение доллара к евро, будут какие-то новые явления. Сейчас вот стоит вот эти режимы, они держатся иногда там год, иногда два-три. Это очень важно. Но для нас очень важна цена барреля в рублях, потому что Минфин, конечно, берет налоги в рублях. Идеально так вот прикидывая, это если бы было, скажем, ну, скажем, был бы 1300, 1300, 1300, 1200, ну, вот тот уровень. То есть если бы поднялась бы цена на нефть и не сильно бы укрепился рубль и произведение было, ну, там, 60 на 50, не важно, не важно, кто 50, не в данный момент, кто 60, или все по 55, то вот этот Минфинчик сразу наш родной собрал бы девушки, ему сразу было бы легче. Ну, так сказать, если кто хочет, так сказать, воздать богам вниз конкретные просьбы, то конкретные просьбы, они не в долларах, а в рублях. Теперь вот такая любопытная картина, ну, мы не стали делать здесь 14, 14, 4 квартал 15, уже первый квартал появился, это не так важно. Нужно, вот эта вот ужасная паутина, это просто из фильма ужасов, я считаю, то есть, какие-то как теперь снимают. Давайте просто пробежимся по компонентам. начнем с простого, с капиталовложения. Вот синики, они так как-то росли, все-таки, в 8-м году, грохнулись, вышли, и стали падать в 13-м году. Как мы плохо инвестировали все 25 лет после Совета, так мы и плохо инвестировали. Значит, здесь было где-то процентов 22 от капиталовложения страны от ВВП, а здесь ехали где-то на 17. Ну, по-умному, конечно, нам надо где-то иметь 25, но об этом только. ЦБ занят, конечно, поднижением инфляции, повышением нормы на каплиги, в 7, именно, как он пишет, в каждый год, но он как-то не происходит. В чем там дело? У нас капиталовложение страны примерно можно разрубить пополам. Половина это то, что делают 40 больших компаний. Ну, там, железные дороги, почта, банки, нефтяники, вот все большие. Это, например, половина нашей экономики по капиталам это 40 больших концов. А половина мелочок, ну, как ведь мелочок, как живет, я рассказываю, постоянно обсуждается, большие концерты должны делать большие проекты, чего-то они делают за рубежом, чего-то у нас, когда делают у нас, им нужны либо мост через океан, вот иначе в маленький проект, либо им нужно там куда-нибудь в ту другую уйти, и тогда еще нужно, чтобы государство подкинуло денег на железные дороги. Если в государстве нет денег на инфраструктуру дополнительно, они, конечно, тормозят. И вот мы оказываемся в этой защите. Это отдельная проблема, она как бы не для сегодня, потому что это встроенная в институты этой страны, в собственность, в характер собственности, corporate governance, так сказать, не знаю, как это по-русски. У нас слово governance на русский не переводится точно, потому что это не управление. Это, ну, скажем, контроль хотя бы. То есть, вот у нас эта сфера так и не наладилась за время рыночной экономики. Смотрим государственный расход, это самое простое. Здесь у нас вот они, вот они, вот они. Наш это самое меньшее набертое столи, мы выполняем, в отличие от ряда европейских стран, тем более США, мы выполняем махстерские, махстерские, но мы в 3% дефицитах. Причем наша, так сказать, финансовая жесткость, она совершенно феноменальна, потому что в махстерских соглашениях максимальный уровень, скажем, долгов должен быть где-то в районе 60% государственного долга, 60% ну у нас там где-то в районе 15%, мы так напуганы 98-м годом, что мы до сих пор как бы живем в такой кассовой экономике, берем в долг только до зарплаты, перед долгом расплачиваемся, ну как вот такой, знаете, вот страх советского человека перед долгом возник и укрепился. А больше того, этих 15% нет, потому что, как вы знаете, наши замечательные облигации сидят все в основном в наших пенсионных же фондах, потому что пенсионным фондом всякую дрель зарубежную покупать запретили, а они на головочке наши пенсионные сбережения хранят, то есть реально Минфин дал какие-то облигации, продал какие-то облигации и теперь хватит проценты нашим пенсионным фондом. Все, какой долг. Аккуратно в этот момент прибегает какой-то очень образованный иностранец, где у вас большой корпоративный долг, они сейчас и загнутся, это тоже, главное, не пугайтесь, это все тоже лирика. Помните 2008 год? Какое было все неожиданно, какие были неприятности, а хоть кто-нибудь от внешних долгов из корпораций загнулся? Да никто. А был, когда Минфин создал фонд, единственный, кто взял деньги из этого фонда, это Дерипаска с алюминием, и тот, потому что он перед этим что-то купил за бешеные деньги и оказался беспешен. У всех что-то перепрятанно за рубежом, они там как-то расплачиваются, никто ничего, ничего, выкручиваются. Поэтому то, что мы сидим в этих жестких нормах, ну, можно спорить о макрополитике, но это как бы не наша сегодняшняя проблема. Вот у нас есть глава России, у нас есть партии, выборы, вот пусть они разбираются. Вернемся более приятно, вернемся к личному потреблению. Вот личное потребление страшно выросло. И это как-то очень вообще после крах советской экономики надо отдать то, что все мы в основном быстро научились покупать хорошие машины, строить дачи. Тут есть пара моих студентов, которые могут знать, но не все. Кто-нибудь вообще представляет себе, сколько в этой стране дачи? Юридические, вот юридические единицы. Ну, считай, от коттеджей до шести соток с туалетом или зонтиком. В десятки миллионов. В десятки миллионов. Ну, в общем, да, 17 миллионов. 17 миллионов. 62, 2 миллиона семей, ну, отрубите треть, которые там живут в малом городах поделем, значит, миллионов на 40 городских семей 17 миллионов дач. Это считайте 2 на 5 семей, ну, учитывая, что мы там все родственники. То есть при желании, вот если поставить такую задачу, граждане, уберитесь из города на дачи. Город будем там, не знаю, мыть сверху с самолетом. Вам не понравится. Уберитесь отсюда на день. И все разъедутся. Ну, кроме упорных, которые не верят в ничему. Ну, в принципе, вот посмотрите по своим знакомым. Ну, в принципе, все могут уехать на дачу. Ну, только что там будет кто-то кому-то надо будет на чердак, кому-то на Синобал. Самый упорный останутся там в Жигулях. Теперь, вот эта штука, вот эта штука, которая качается, это так называемый чистый экспорт. Ну, для экономистов это не проблема, это разница между экспортом и импортом. Понятно, что, когда растет импорт, то это дело падает, когда импорт падает, значит, растет чистый экспорт. Вот у нас рост числа экспорта в 2015 году плюс 25%. И это примерно 5 пунктов от ВВП. То есть, вот если брать ВВП в целом, у нас где-то минус 3,7 в 2015 году ВВП упало. А вот здесь хорошо видно, что здесь все-таки побольше будет. Сейчас я вернусь к потреблению. Поэтому прежде всего надо понимать, что все-таки государственные расходы накопления и потребления падали там 7-8%. То есть, это кризис по конечным продажам довольно... Это более тяжелый. Так же, как, кстати, и здесь. Но рост чистого экспорта компенсирует и ВВП в минус 3,7. С потреблением отдельно. Как я говорил уже, как-то, что мы бросились и меня стали прижимать на эту тему. А, был диспут в сентябре в ДНГУ, и мой оппонент, я говорю, что мы там не удачно прошли праздник. Нет, говорит, мой оппонент, мы прошли из общества дефицита в общество потребления. Ну да, ну да. Посмотрите, замечательный старый фильм с Бабочкиным. У него две гениальные роли в кино. Первый это Чапаев, а второе это такой старый противный инженер, которому Густрицкий изменяет, или Лизвицкий, кто-то из великих актеров сыграет его жену и там не про его изменяет. Дачники по Горькову, там ему говорят, что он не прогрессивный, ну да, такая дореволюционная такая драма, он говорит, да, я учился на мерные, а теперь хочу жрать и танцевать. И начнет прикляться. гениально совершенно сыгранно, конечно, общество, уставшее от той жизни, ну, желать и танцевать, да, ну, дачки, дачки, дачки. С этим мы справились. С накоплением нет, а вот с этим да. Я тут будет сейчас слайд, а я думаю, что он следующий. А, нет, это бюджет. Нет, сейчас, тогда пока здесь. Значит, что произошло? У нас здесь был квассальный совершенно потребительский бум в товарах длительного пользования. В товарах длительного пользования. Там бедный, харчинь, там одежка, ладно, бог с ним, не голый, не голый. А вот здесь фактически мы имеем доказательства того, что часть той нефтяной ренты, которую я вам показывал вместе с ОПЕКом, не пропали, только там не вывезли, ну, что куда нам пошло? Частично пенсионер, частично вывезли и на вежливых людей и зеленых фалатах, маскировочных я имею в виду, то не медицинских это понятно, но не все. Мы подскочили с 10-го на 14-й год, по-моему, с 30-ти на 72% подключили население к интернету. Мы дошли в бедных регионах высвезд компьютеров на 107 и богатых 150-200. То есть, практически, я когда выступаю на Западе, я говорю, ну, понимаете, вот все разговоры о том, что русские могут чего-то не знать, это абсолютно абсурд. Мы все подключены, мы все с компьютера подключили интернет и знаем английский. Плюс у нас пара миллионов наших людей в Европе, которые ездят туда-сюда, там они учатся, работают и так далее, еще с нашим гражданством, кроме того, ездят крайне. Мы все знаем, что происходит в мире. По автомобилям регистрации, если делить население по регистрации, то 74 автомобиля на 100 семьи. А если по опросам, то 61 границы не очень понятно, может быть, это какие-то такие, может быть, специфика опросов, но это хорошие опросы, но вот такая разница, но все равно 60-х там и так далее. Но главное, что это тоже автомобиль в значительном мире вы сменили в значительном мире. И жилищное строительство не так сильно прошло. Но в принципе, эти пять лет при низких темпах экономического роста рента была 110-110, то есть цена на них была 110, и рента была очень речной. То есть тут подкормились. то есть мысли, вот это падение большое, видите, со 120-2, скажем, на чего-то, это примерно так же, как здесь. Это большое падение, но у нас большое, но с некоторой подушки. Не то, чтобы я хотел вас утешить, сказать, вам хорошо, но по крайней надо как-то понимать, в разумных пропорциях. Одно дело падаешь, так сказать, со ступеньки, другое дело с крыльцами. Ну, вот эта структура, значит, дефицит у нас в двух процентах, и Минфин намерто стоит, то есть у нас никакого кинстианса не будет привлечься. Как бы, не надейтесь. Нефтегазовые доходы понятны, доходы понятны, расходы понятны, стабилизационный фонд там как-то пауза вниз. С точки зрения, при 40, конечно, 4-40, 40 долларов какого-то большого процветания вдруг не выскочит, но если, то есть вопрос, как мы будем расти в следующие годы, это тоже, конечно, не проблема сегодня, это проблема, какие решения будут. Это вопрос экономической политики, это вопрос, удастся ли высвободить, так сказать, мощности малого бизнеса, но мы попали скорее на такое вот плато, и где-то год назад, когда начался кризис, это был год с лишним назад, месяца 15, я написал две вещи, поэтому как бы честно могу себя процитировать, одна, что кризис будет протекать в форме медленно падающего домино, то есть вот будет чуть-чуть сбивая, чуть-чуть сбивая, чуть-чуть сбивая, поэтому чисто психологически в этом кризисе, конечно, в этом, ну, рецессии, ну, в общем, население как-то подстроилось, потому что, подстроилось, потому что в какой-то степени, что значит бум, потребительство, длительного пользования, тоже же не бедный, то, что верхние 20-30% населения стали покупать меньше мебели, компьютер, ну, не компьютер, компьютер покупают, скажем, автомобили, в конце концов, это никого не волнует, проблемы бедности, это отдельная история, значит, посмотрите, у нас висит доклад о человеческом капитале, там статья Марьевой, я вообще не буду залезать на эту территорию, вообще я про бедность не люблю, я пишу про богат больше, про веселей, и голубургий, вот, а Марьева очень аккуратно все написала, значит, кто у нас страдает в этот кризис, конечно, это прежде семи с большим количеством детей, потому что у них него выберем, потому что у них и выберем, Продолжение следует...